Традиция отмечать Старый Новый Год берет свое начало в 20 веке и пока, судя по всему, не собирается уходить в прошлое. Объясняется это и привычкой, и известной русской тягой к праздникам и пиршествам. Но откуда же взялся в России Второй Новый Год? Этим вопросом, пожалуй, каждый задавался. А появилась в стране такая роскошь, как два новогодних праздника, когда летоисчисление было переведено с Юлианского на Григорианский календарь. Начало 20 века, после Великой Октябрьской социалистической революции, началась новая жизнь в нашей стране. И, естественно, вся страна перешла на новый календарь. С старого стиля, Юлианского календаря, а Россия перешла на календарь Григорианский. Разница между ними всего 13 дней. И вот это как раз основная причина того, что появилось такое понятие, как старый Новый Год. Впрочем, говорят историки, во всем мире Новый Год праздновался в самое разное время. Только в России этот праздник приходился и на март, и на сентябрь, и в конце концов на январь. Но ни в одной стране, конечно, если не брать в расчет бывшие советские республики, двух дней, когда празднуется Новый Год, нет. Поэтому иностранцы этой диковинной русской традиции всегда очень удивляются. А сегодня в России Новый Год. Пишем ли об этом? С Новым Годом. Конечно, удивительно как-то. Ну, а будете отмечать? Ну, конечно. А как? Ну, вот, с друзьями, вот, ну, как-то. Особое значение старый Новый Год имеет для многих верующих людей, поскольку от души отпраздновать его они могут лишь после окончания рождественского поста, во время святочных гуляний. И в ночь с 13 на 14 января они могут вкусно и сытно отметить праздник. Не случайно этот день еще называется Васильев вечер или щедрый вечер. Так что вот празднование Старого Нового Года – это еще одна традиция. Конечно, празднуйте. В нашей жизни праздников не так уж и много. И праздновать будут. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, количество желающих праздновать Старый Новый Год уже перевалило за 60%. Не проще сесть за праздничный стол с традиционным шампанским и оливье и тверетяне. Ну, старый обычай с друзьями. Новый год, обычай, 31-й мы дома встречаем, а 13-й встречаемся с друзьями. Молодежь со своими, я со своими. Семейная традиция – собраться на Старый Новый Год. Чудесный русский праздник. Как сказать, традиция сложилась так. Ну, вроде как-то хочется что-то такое себе приятное, тем более выходные дни будут. Возьму бутылку водки, жене бутылку шампанского, она приготовит что-нибудь, а закусить вот так и отметим. И посмотрим.